Добрый вечер, дорогие зрители! В эфире программа «Фокусе»! Конец апреля. Самое время подводить итоги. Особенно это касается школьников. ОГЭ, ЕГЭ и прочие экзамены мешают детям весело проводить время. Проблема отцов и детей особенно ярко проявляется под свежим весенним солнцем. Сегодня эту тему профессионально разберет по полочкам психолог Алина Гончар. Маруся Муркина от всех детей предъявит свои претензии к старшему поколению. И никакой музыки, кроме традиционной заставки программы. Но без нашего ведущего мы все еще не можем обойтись. Встречайте! Кирилл Усманов! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире новый выпуск телепрограммы «Фокусе». Сегодняшний выпуск не будет похож на предыдущие. Ну а для начала новая рубрика «Подушки подружки». Всем привет, дорогие друзья! С вами Маруся Муркина. А это новая рубрика «Подушки подружки». Сегодня вы могли бы увидеть нового члена моей команды, а именно Маргариту. Но почему ее нет, я вам объясню в трех словах. Весна пришла, аллергия пришла, Марго ушла. Все быстро, четко и понятно. Вы ее увидите в новом видео, то есть в следующем. А я не собираюсь долго медлить, и мы пойдем к теме. А именно, топ-5 слов, которые вы наверняка слышали от своей мамы. Ну что ж, ребята, поехали! Не храни мусор в комнате! Зарежная фраза для художников-творцов вроде меня. Мы из любого мусора можем сотворить корабль тестей, там эльфовую башню. Ну, если наши тяпки, конечно, дойдут до этого. Материала мало, потому что мы люди творчки, мы уже все это переворошили. И мама заказала посылку. О, картон! Берем в комнату, режем. Естественно, от любого крафта остается много мусора. И какие-то детали мусорные могут даже вам пригодиться в момент. Но не сейчас вы их откладываете там на какое-то время. А родители дают... Не храни мусор в комнате! Это не значит, что родители плохие. Они просто хотят, чтобы у нас был порядок, все дела. Просто они не могут взглянуть на мусор нашими глазами. Итак, четвертое место. Иди перемывай посуду! Боже мой, это моя фобия. Ну, в смысле, фраза моя фобия. Бывало ли у вас такое, что вас попросили помыть посуду? Ну, у себя такое было. Мы моем таким, моем таким. Не хотите там. Ну, некоторые, конечно, не хотят, но делают это качественно. Но потом родители вдруг видят, в моем случае, мама, соринка. Еще соринка. Или тут семечко к маслу прилипает тарелки. Перемывай! Как же мы ненавидим мы посуду. Серьезно. Ну, такие моменты мы уже, как бы, ну, можно сказать, специально. Не участие на моем посуду. Ну, мы уже просто не хотим, поэтому так, чисто пошкрябали там. Так, третье место. Будут свои дети, поймешь. Вот. Объяснить трудно, но я вам попробую это объяснить. Это, вы знаете, когда ты поссорился с мамой из-за какой-то фигни. И ты не воспринимаешь свою вину. Ну, когда она ест. Извините, если я, если я встаю на сторону ваших родителей, не убивайте. Так вот. И мама такая, будут свои дети, поймешь. Она намекает на то, чтобы мы взглянули на данную ситуацию ее глазами, как родитель. Как человек, который переживает за вас и любит. И не знаю, если вы, допустим, немного недосмотрели за временем и вернулись домой не в восемь ровно, а с полдевятого. То родители, они начинают уже паниковать, когда у вас нету дома в срок. Так что не стоит на них нагнетать. Я тоже как-то раз попал под такую ситуацию, только вернулась в десять вечера из-за фильма, который шел три часа. И мама мне сказала такую фразу. Впервые ее услышала, но через какое-то время я ее прекрасно поняла. Такая фраза говорит о том, что со стороны родителей это трудно пережить. Дети-то, они же не попали в никакую беду. Все переживать незачем. Но родители, они же не знают, что там у вас. Так что не нагнетайте, поймите, гляните на мир ими глазами. И вы родители тоже на противоположную сторону. Второе место. Это все из-за телефона. Или другого, как что-то. Я бы хотел взять пример телефон. Итак, сидите вот такие себе, играете в телефон там или не знаю. И вдруг у вас начинает болеть живот. И вы идете к маме такие, мам, можно завтра в школу не пойду? Ну, а, нужно сказать подобно, потому что могут не поверить. И б, вы не ожидаете такого подвоха. Это все из-за телефона. Типа, что? Голова, возможно. Ну, типа, вы играете, как бы, и голова может начать печь. Ну, логика есть. Можете не сразу поймете. Ну, живот, а тут при чем? И в такие моменты начинается ссора. А типа, а телефон тут и при чем? Еще как при чем? Вот ты заиграешь на него, и живот начал болеть. Да смотри, как живот вообще связан с телефоном? А вот так вот связан. Все, сдавай сюда телефон, ты наказана на то, что закричала. Так какие моменты сидишь без телефона? А где тут про справедливость? И так, первое место. Так, я иду проверять комнату. Больная тема. Особенно у тех, чьи родители они контролируют. Контролируют они только для того, чтобы помочь вам стать нормальным человеком. Контроль-то не значит, что они не хотят вашего будущего, тесняют вас. Это обделяет вас с лишним пространством. Может быть, я не знаю, что за ситуация в семье. Но я немного, так скажем, приведу пример моей семьи. Родители очень сильно хотят, чтобы вы стали адекватной личностью, хорошей и доброй. И у вас не было никаких там вредных привычек. А еще домашка. Ох, это так надоедает. Комната, шкафы, под кроватью, домашка. Но на самом деле не стоит опять-таки на них наезжать, на родителей. Они это делают только вам во благо. Таким образом, я рассказала как родителям, так и как детям, как видят мир с одной стороны, то есть со стороны детей. Надеюсь, вам было понятно и интересно. Если будут вопросы, то полистайте в интернете, спросите у кого-то у родителей там. Ну, с вами была Маруся Муркина. Это была рубрика «Подушки подружки». С вами я прощаюсь. Всем пока! Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях педагог-психолог высшей квалификационной категории Алина Леонидовна Гончар. Здравствуйте! Здравствуйте! Давно не виделись. Ну, присаживайтесь, пожалуйста. А сколько мы уже не виделись? Ну, получается, где-то года два. Два года. Вы приходили к нам тоже в программу, но интервью брали у вас дети. Да. Сегодня беру интервью у вас я. Очень приятно. Взаимно. Алина Леонидовна, как вам ролик? Очень интересно. Девочки такую тему подняли. Ну, даже не знаю, что сказать. Да, девочки создали новую рубрику, выбрали по пять фраз самых заезженных у своих родителей и рассказали о своих внутренних переживаниях на эти фразы. Как вы считаете, почему родители используют такие вот заезженные, я бы сказал, фразы из года в год, и у всех они схожи? Даже не знаю, что. Наверное, из поколения в поколение передаются. Вырастешь – поймешь. Выросли – кто-то понял, а кто-то нет. Алина Леонидовна, вот такой вопрос. Почему у детей, у родителей очень часто бывают такие вот разногласия, непонимания? С чем это связано? Ну, я думаю, что это связано с тем, что в большинстве, наверное, случаев, что родителям очень трудно принять тот факт, что ребенок растет и вырастает все-таки. И когда он становится подростком, это уже, в общем-то, достаточно созревшая личность, да, как бы формирующаяся. У него свои запросы появляются. То есть тот малыш, к которому они привыкли за лет 10, уже становится другим. А ввиду того, что родители очень занятые люди, как правило, им пересмотреть свои привычки бывает достаточно трудно. И время очень быстро летит. Время летит стремительно, я бы сказала, а не просто очень быстро. И поэтому, да, такие частые вещи возникают, когда родители перестают вдруг понимать, что такое. Был послушный ребенок, а теперь вдруг бах, у него свое мнение. Протест на протесте, да. А вот как сделать так, чтобы этого не было? Очень хороший вопрос. Как это сделать? Ну, наверное, должно быть внимание друг к другу с обеих сторон. Не только у родителей к детям, но и у детей тоже навстречу родителям. В большинстве семьях происходит так, что родители выступают некими такими друзьями. И стирается вот эта вот грань между детьми и родителями, дети могут спокойно рассказать какие-то свои переживания, какие-то свои идеи, мысли. А бывает такая ситуация, когда дети закрываются в себе и как вот некие такие ежики. И все остается внутри. И ребенок внутри переживает какие-то, может быть, разочарования, проблемы. Он не делится с родителями. Вот как сделать так, чтобы все-таки стать другом для ребенка? Ну, наверное, не нужно все критиковать. Все, что ребенок делает, стараться, наверное, побольше с ним проводить времени, больше разговаривать. Не с позиции такой мянторской, да, наставлять, а больше задавать вопросы и спрашивать, что думает ребенок об этом. Что думает ребенок о другом, о каком-то событии. Ну, я думаю, что это полезно для обеих сторон, для родителей тоже, чтобы они видят, что происходит в душе ребенка, как он формируется, да, какие у него взгляды выстраиваются на то, что происходит в мире. Ну, а подростку это тоже очень хорошо, потому что он, скажем так, в безопасной среде может выговорить, проговорить все, что у него накопилось на душе. А когда люди в диалоге, это уже какие-то отношения, я надеюсь, что если это в семье, то это хорошее отношение. Ну, конечно, когда ты можешь спокойно прийти и рассказать о каких-то проблемах или о тех же самых радостях и вместе искренне порадоваться. Да. Ну, я, между прочим, сталкиваюсь с такими вещами, что не всегда дети знают, чем занимаются их родители на работе, скажем. То есть для них эта тема мимо проходит. То ли это неинтересно, это не всегда же является тайной, да, такой, вот чем занимается папа и мама на работе. Ну, довольно часто дети не имеют представления. Они знают, что родители ходят на работу и приносят деньги, да, которые можно попросить. И все. Ну, я эту проблему тоже наблюдаю у своих детей на занятиях, когда спрашиваешь, там, кто, допустим, чем занимается, много кто не знает. С одной стороны, я думаю, может быть, не хотят говорить, может быть, делиться этим. Ну, мне кажется, что, в принципе, род занятий, как будто не всегда же у нас такая тайна сокрытая, да. Я понимаю, когда речь идет о доходах, да, здесь как бы не обязательно все детям рассказывать, а когда речь идет о том, какое твое дело в твоей жизни, да, чем ты занимаешься, что тебе удовольствие приносит. Почему нет? Я знаю, что некоторые родители приобщают детей к своей работе. Кто-то приходит родителям, помогает где-то. Вот, но на самом деле, вот, когда родители рассказывают детям и о своем детстве, о своем подростковом возрасте, хотя это такой вопрос, конечно, говорят, что возраст подростков настолько сложный, что очень часто люди, когда вырастают, они забывают, что с ними было в подростковом возрасте. И взрослые говорят так, я так не делал, я никогда так не поступал. Ну, как бы в наше время это вообще невозможно было себе позволить. Даже там мысли допустить о том, что можно так поступить. Ну, на самом деле, бывало все. Просто все, что с нами происходит не очень приятно, как правило, мы забываем. И когда становимся родителями, мы думаем, что мы были пайниками. Ну, потому что модель поведения родители выбирают, мы такие правильные. Надо показывать правильное отношение, поведение. А некоторые родители, наоборот, показывают, может быть, даже и не стыдятся каких-то своих подростковых ошибок и рассказывают об этом своим детям с целью, чтобы дети не наступали на те же самые грабли. Да, ну, и очень хорошо, если родители рассказывают, как им удалось с этим справиться, и как это преодолеть, и кто помог. И иногда, вот, вы говорили о том, что не всегда с родителями бывает контакт. Ну, хорошо, если есть в окружении подростка какой-то взрослый человек, который для него значимый, уважаемый, и он может что-то обсудить с ним, если он или боится, или стесняется с родителями это обсудить. Очень часто в этой роли выступает педагог какой-то, может, спокойно. Да, может быть, и классный руководитель может быть. Может быть, и классный руководитель может быть педагог, предметник, да, иногда психолог эту роль выполняет, берет на себя. Иногда это может быть бабушка или дедушка, может быть, просто там друзья семьи. И на самом деле это замечательно, когда родители стараются окружить ребенка или подростка людьми достойными, которые могут оказать позитивное влияние. Вот. И я думаю, что вот, когда окружение хорошее в среде подростковой, тогда и среди взрослых, да, в окружении, в семье, тогда и ребенок растет, как бы, выбирая правильные опоры, да, и правильный смысл, цель в своей жизни. Алина Леонидовна, а вот что делать, если вот, ну, получилось так, да, вы ранее говорили, что родители заняты, это реальная проблема, из-за работы родители много что упускают, они вынуждены идти на такие меры. В некоторых ситуациях получается так, что ребенок уже упущен, контакт потерян, и постоянно какой-то протест со стороны ребенка, протест со стороны родителя, непонимание, что делать в этой ситуации. Неужели все потеряно? Я не думаю, что все потеряно, будем оптимистами. Я глобализирую все это. Да, будем оптимистами все-таки. Хотя, я знаю, ну, ко мне приходят такие ребята, которые испытывают чувство одиночества и некой такой покинутости ввиду того, что мама приходит поздно с работы, а мама одна воспитывает, да, и проблема заработка стоит на первом плане очень актуальна. Вот. И да, дети себя очень некомфортно чувствуют в такой ситуации, но мне кажется, что здесь надо с одной стороны найти себе интересное дело, какое-то занятие. Мне кажется, сейчас достаточно таких возможностей есть, потому что и школа этим озабочена, и любая другая там досуговая организация, да, для детей. А с другой стороны, все-таки ребятам тоже нужно включить вот это вот понимание... Ситуации. Ситуации, да. Да, что это не... Потому что мама не потому с тобой время не проводит, потому что ты не интересен. Да, или как бы что у тебя мама там слишком занята, как бы ты весь один погряз в своих мыслях, а просто включиться в помощь маме, да, какая-то помощь по дому, там, беспроблемная учеба, какие-то маленькие радости тоже маме приносить. Ну да, чтобы мама приходила домой, и ей было приятно приходить домой. Да, и ей не надо было включать там, вымой посуду, продай пол, приберись в комнате. Почему не вымыл посуду? Почему не вымыл? Почему уроки не сделаны? Да, почему гулял так долго? Или гулял? Да. Ну, хорошо. Это со стороны детей вы сейчас сказали, то, что ребенок все-таки должен как-то войти в ситуацию, понять родителя или родителей. А что в такой ситуации делать родителям? Как наладить контакт с ребенком? Ну, мне кажется, что при таком понимании, да, и попытке взрослых все-таки поставить себя на место подростка, наверное, будет меньше каких-то придирок, меньше каких-то требований, вот этого долженствования, да, когда ты должен, 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 ребенок это все слышит, больше какой-то похвалы, одобрения, поддержки, да, и все-таки какого-то совместного времяпрепровождения. Пытаться найти в графике, да, 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 время, хотя бы какие-то минуты и время, хотя я вам скажу, что с подростками очень сложно, потому что очень часто они же говорят, там, никуда не пойду, никуда не поеду, и родители что-то предлагают, а они так раз, и ракушечку, все, нету. Закрылись. Нету человека. Ну, может быть, не то предлагают. Здесь же тоже очень важно заинтересовать. Да, может быть, не то, но мой опыт достаточно большой говорит о том, что очень часто ребята буквально пинками, да, выталкивают куда-то, на какое-то дело, в какой-то лагерь, какое-то мероприятие, и потом он приезжает, возвращается оттуда весь в счастье, как это было чудесно, как было прекрасно, как было здорово, и спасибо маме, потому что ты меня туда пристроил. Такие вещи тоже бывают очень часто. Вы ранее говорили о том, что очень часто бывает так, что родитель один по какой-то ситуации вынужден воспитывать ребенка. Чего лишается ребенок в этой ситуации? Ведь очень много семей, в которых мама, зачастую мама, вынуждена выполнять и роль отца, и роль мамы, и должна зарабатывать при этом. Такой вот тепловоз, который тянет на себе все. Ну, это грустная история на самом деле. Хотя мне кажется, что в любой вот такой сложной ситуации есть какие-то взрослые мужчины, которые могут дать ребенку образец мужского поведения. Это может быть дедушка, может быть дядя, может быть хороший друг какой-то семьи, может быть учитель. И ребенок все равно будет видеть, как должен вести себя мужчина в какой-то ситуации конкретной. Важно, чтобы дети видели и мужскую роль, и женскую роль поведения, для того, чтобы правильно картина мира формировалась у него, и правильное отношение к своей идентичности, скажем так. Я кто? Я женщина. Я веду себя вот таким образом. Я мужчина, я не веду себя как женщина, я веду себя как мужчина мужественно. То есть получается, ребенок только лишается такой некой образа, модели поведения, мужской или женской, смотря кого нет воспитания. Мне кажется, давайте будем говорить не столько о лишениях, а что он может все-таки получить. Какой опыт он может приобрести. Ну, если заточен человек на наблюдение, то мне кажется, что можно это все компенсировать. Мне хочется в это верить. Ну, это реальная проблема. Реальная проблема и современности, и мне кажется, она такая глобальная, потому что очень много семей, которые вот, ну, неполна. Да, неполная. Неполная семей, и это такая проблема. Ну, вы знаете как, мне кажется, что последние, наверное, несколько десятков лет мы как-то больше стали заточены на себе. Не хочу сказать, что это совсем эгоизм, да, но какая-то эгоцентричность, да, что все должно быть для меня, вокруг меня, как бы, это опять для меня, и вот это вот вокруг меня, да. У детей иногда спросят, что в семье главный. Думаете, что папа главный? Нет, не папа, я. Да, и дети решают вопрос там, куда, в отпуск поедем или еще что-нибудь. И уходит то, что в семье должно присутствовать обязательно, это взаимное терпение друг к другу, да, какая-то любовь, ну, это в обязательном порядке. Умение переживать, сочувствовать, умение и как-то стать на позицию другого человека, да, вот это как-то теряется, и отсюда неумение строить отношения такие вот один раз и на всю жизнь, да, ну, такой эпоха потребления. Сегодня с тебя можно что-то получить, мы с тобой дружим. А завтра я с тебя уже ничего не могу получить. Закончилось. Ну, значит, дроба кончилась, извини, да, а иногда и без извини, поищем другого, с кого тоже что-то можно получить. При этом о самоотдаче как-то думается меньше всего. А вообще, чтобы гармоничные отношения были и такую на долгосрочную перспективу, надо думать о самоотдаче, наверное, в первую очередь. Вот когда ты мама, ты это ощущаешь в полной мере, да. Я думаю, что многие отцы тоже это ощущают в полной мере, ну, хотелось бы, чтобы еще мама и папа тоже сумели находить между собой общий язык. Ну, вот у многих даже в общении с подростками, может быть, даже некоторые родители позволяют какие-то вещи своим детям только из-за боязни того, что ребенок может закрыться и вот как бы нормальные, в кавычках, да, отношения, они прекратятся. Ну, мне кажется, это уже из области шантажа. Это шантаж. Если вы видите, что шантаж в семье, это уже нездоровые отношения. Уже с этим надо что-то делать. Нет, я не в том, что шантаж. Я имею в виду, вот, допустим, ну, да, наверное, шантаж. Это шантаж. Мне такое умо заключить. Да, наверное, шантаж. Да. Думаю, кого пошантажировать. Дети этим часто очень пользуются. Дети, да. И вот эта фраза, если ты там-то-рам-пам-пам, то там-то-рам-пам-пам, вплоть до самых серьезных вещей. Но на это ни в коем случае нельзя вестись. Ну, с этим надо что-то делать, надо работать, надо разговаривать вообще. Надо разговаривать, чтобы понимать, а что человек не устраивает. Кстати, детям тоже надо разговаривать, спрашивать родителей, а что их не устраивает. Да, чем выводить на какой-то конфликт, мне кажется, во-первых, родители не ожидают такого вопроса. Мама, а что тебя во мне не устраивает? А что я делаю не так? Ведь, наверное, диалог совсем заиграет другими красками, когда вот та же самая мама или папа озвучат проблему, и, возможно, ребенку удастся прислушаться. И делаем такое умозаключение, дорогие телезрители, что в любой ситуации все-таки следует озвучивать проблему, озвучивать положительные какие-то моменты. Без этого никак? Никак, да. Ну, нужно быть внимательным к тому, какие слова вы используете, какая интонация при этом. Конечно. Какая интонация при этом, да, потому что... Нужно быть дипломатом. Да, любые нотки там сарказма, ирония, это все может вызвать обратный совершенно эффект как бы у обеих сторон дискуссии. Так что здесь, ну, да, это довольно трудная наука, но оно стоит того, чтобы это выучить, научиться. Сейчас вот у нас заканчивается апрель месяц, и начинается долгожданная, в кавычках, пора, май, экзамены, ЕГЭ, ОГЭ. Вот вопрос к вам. Как вот внутри ребенку, выпускнику, быть спокойным, быть уверенным, и не поддаваться страху экзамена? Ну, мне кажется, что быть спокойным, быть уверенным вряд ли получится. Элемент волнения, конечно, будет присутствовать всегда. Тут мы можем говорить о том, чтобы не переволноваться, да, то есть не довести себя до такого состояния, когда ты пришел на экзамен, и у тебя в голове чистый лист. Хотя, если ты занимался, то чистого листа не будет. Что-нибудь да и всплывет. Конечно. Времени, по крайней мере, вот 4 часа почти на экзамены. Его достаточно, чтобы все вспомнить, то, что ты туда вложил. За столько лет. За столько лет, да. И особенно накануне экзамена. Тут важно, чтобы перед экзаменом человек не переутомился. То есть накануне экзамена... В процессе подготовки. Последнюю ночь не нужно сидеть, нужно обязательно выспаться, нужно позавтракать как следует, накануне перед экзаменом прогуляться, для того, чтобы просто себя в физическую форму, в хорошую привести, и на экзамены приходить совершенно спокойно, насколько это позволяет ситуация. Я думаю, что все получится у всех, все сдадут. Вот как все-таки... Если не с первого раза, то со второго. Если не со второго, так с третьего. А там, гляди, следующее лето недалеко. Да. Ладно, это все шутки. Если готовитесь, если знаете, то по-любому сдадите. Самое главное, надо быть уверенными в себе. Но вот все-таки какие-то, может быть, лайфхаки, как вот внутри побороть вот этот страх. Вот бывает же такое, что ты вроде бы настроил себя, нет, все равно вот боюсь. И вот эта вот боязнь, она очень может плохую шутку сыграть. Может, да, бывает такое, что дети приходят в аудиторию, и там кто-то плакать начинает. Хотя я вот сижу с первого, наверное, ЕГЭ, я сижу на этих экзаменах, и у меня в аудитории никто не плакал. Мы стараемся поговорить о чем-то так, чтобы немножко настроение поднялось. Ну, потому что вы психолог, вы умеете создать благоприятную атмосферу. Да, ну, что делать? Да, вы пришли, и ощущение такое, вот, кем это взяли, и вот... Главное – спокойствие. Да, еще важный такой нюанс. Как правило, страх сковывает. Алина Леонидовна, спасибо вам большое. Я уверен, что, отвечая на сегодняшние вопросы, хоть чуточку, хоть совсем вот самую-самую такую малость нам удалось помочь, может быть, даже и подсказать какие-то выходы, подсказать выходы из тех или иных ситуаций для вас, дорогие телезрители. Сегодня мы поняли, что в любых ситуациях следует общаться, следует озвучивать, говорить проблемы, озвучивать какие-то позитивные вещи, и все решается в диалоге. Также, друзья, не стоит бояться экзаменов. Все будет хорошо, надо готовиться, отключить голову, я имею в виду не просто отключить голову, а я имею в виду отключить именно волнение, спокойно собраться с мыслями, пойти и сдать. В этом ничего проблемного нет. Также в ситуации с общением с родителями мы поняли, что следует все-таки общаться. Залог успеха. Да. А если что-то вдруг осталось непонятым, добро пожаловать. Приходите к психологам. Так что будем ходить. Пожалуйста. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо за приглашение. Дорогие друзья, вот и подошел к концу апрельский выпуск. Да, он был нестандартный. Сегодня мы пообщались с психологом и показали вам новую рубрику. Надеюсь, вам понравилось. Впереди майские праздники, и я вас очень прошу, отдохните, максимально насладитесь солнцем, периодом шашлыков, ну и просто проведите время с близкими и с друзьями. На этом все. С вами был Кирилл Усманов. Это была программа «Фокусе». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»